Дмитрий Талп 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 Сюрприз же должен быть, правильно? Это будет сюрприз, но вы хоть намекните, скажите, женщины, сегодня абсолютно все женщины Николаева должны быть красивыми, потому что я к одной из вас приду. Сегодня, как и всегда, все женщины Николаева красивы, они должны, они обязаны быть красивы, они самые красивые. Нима, а вот еще один вопрос для вас. День святого Валентина, празднув во всем мире, но некоторые люди считают, что праздновать День Любви один раз в году, это кощуственно, необходимо в течение всего года. Но вот отмечаете ли вы его отдельно, выделяете ли среди остальных дней? Я как флорист не праздну этот день, к сожалению. В процессе дня я пытаюсь кого-то порадовать, близких людей. Считаю, что каждый день должен быть как праздник, жить нужно в удовольствии, с искрой, в глазах, с хорошим настроением, дарить людям праздник, добро. А вот как у флориста, хотелось бы у вас спросить, насколько активизируются Николаевские мужчины к празднику Дня Святого Валентина? Есть ли у вас такой большой наплыв, что все мужчины кричат, а дайте нам букетик? Инна, вы сегодня увидите в Фейсбуке, в Инстаграме, в ВКонтакте, насколько наши мужчины активны. То есть можно отслеживать. Мне очень приятно, что наши мужчины дарят девушкам внимание свое. А что выбирают Николаевские мужчины для своих женщин? Или возможно, что больше всего любят Николаевские женщины из цветов, возможно даже цвет какой-то? Нельзя так сказать. Почему-то есть стереотип, что желтые тюльпаны к разлуке. Ну, сегодня с утра был мужчина и говорит, мне нужны желтые тюльпаны. То есть это все индивидуально и то, что нравится именно женщине, необходимо сделать ей подарок. Некоторые считают, что и белые розы не совсем праздничные, не совсем о любви. Но некоторые женщины от них просто в восторге. Инна, ну цветок это знак внимания. Прежде всего, внимание, знак симпатии. Дима, сегодня мы приглашаем в нашу студию только ярких представителей мужского рода в нашем городе. Хотелось бы от вас, как одного из ярких представителей, услышать поздравления для женщин с Днем Святого Валентина. Потому что каждая женщина хочет быть любимой, а услышать это от мужчины, который делает всех женщин счастливыми, это дорогого стоит. Спасибо. Сегодня звездный час, Ростов? Да. Дорогие девушки, женщины, я желаю вам любви, будьте любимы, взаимно любимы. Я желаю, чтобы вам дарили почаще комплименты, цветы без повода. Будьте счастливы. Спасибо вам большое, спасибо за вот такой подарок. Сегодня и мое насырение сразу выросло на просто много уровней вверх, потому что мое утро начинается с такой замечательной композиции Дмитрия Талхой. Спасибо вам большое. Спасибо.